Записью. Ваше Преосвященство, Всечестные Отцы, дорогие братья и сёстры, по благословению нашего Владыки, сегодня в нашей конференции прозвучит тема Святого Петра, бывшего мытая, великий святой, древней церкви, о котором сегодня нам стоит поговорить. Одной из самых важных христианских добродетелей является милосердием. «Блажение милостивы, ибо они помилованы будут», говорит наш Спаситель. «Тот, кто творит милостиво, уподобляется самому Господу нашему Иисусу Христу, которого Писание весьма часто называет щедрым и милостивым. Милосердие есть великий добродетель, и нередко она способна творить даже самые настоящие чудеса. Например, производить полный переворот, полное перерождение в человеке, сделавшему кому-либо что добро». Примером того, в истории очень много. И один из них наш сегодняшний герой «Житие святого праведного Петра Мытаря», память о которой мы совершаем 5 октября. Святой Петр жил в Северной Африке в VI веке и служил мытарем, то есть ответственным за сбор налогов и таможенных пошлин при дворе правителя этой области. Следовательно, по-нашему, он был довольно богатым и высокопоставленным чиновником. При этом он отличался крайним жестокосердным, никогда никому ничем не помогал и ни разу никому в жизни не подал милостиво, а к церкви был совершенно равнодушен. Такой милостивый Господь не хочет смерти грешников, а заботится о спасении всех неиспобедимым своим промыслом. И Петру он явил свою милость. Однажды нищие, убогие и калеки того города, сидевшие на площади, разговаривали между собой и хвалили добрых людей, которые им помогали. Между прочим, зашла речь и о Петре, и все нищие стали ругать его за скупость и за жестокосердие. Они спрашивали друг друга, получил ли кто-нибудь от Петра хотя бы один грош? И вот выяснилось, что никто и никогда от Петра не получил ничего, никакой помощи, никакой милостыни. Тогда один из присутствующих нищик сказал своим товарищам, а что вы дадите мне, если я сейчас пойду и выпрошу у Петра милостыню? Они посвящавшись, собрали ему залог, сказал, что если он получит его, если сумеет выпросить у Петра хоть что-нибудь. И вот этот нищий пошел в дом Петра и стал ждать. Вскоре Петр вышел из дома. Он вел осла навеученного сумками с хлебами. Приблизившись, нищий стал просить милостынь. Петр не слушал его. Нищий плакал, убивался, умолял, упрашивал и так надоел Петру, что он стал искать камень, чтобы запустить на золю его просителя. Однако камня не было. И вот Петр в гневе, не имея ничего под рукой другого, схватил один из хлебов и бросил унищего. Тот сразу подхватил хлеб и побежал к своим товарищам. Хвалясь, что сумел выпросить у самого Петра нечто. При этом он благодарил Бога, что он помог ему выпросить хлеб. И вот этот нищий пошел к дому Петра и стал ждать. Вскоре после этого случая Петр сильно заболел. Врачи и лекарства не помогали. Болезнь усиливалась. И он приблизился к смерти. В одной из ночей, когда он тяжко страдая, лежал на одре, ему было видение. Петр увидел, что он уже умер, и душа его предстала пред грозным судом. А при середине были весы. С одной стороны стояли светлые ангелы, а с другой – страшные и бесчеловечные демоны. Демоны клали на чашу весов все злые дела Петра. И чаша была ими переполнена. Ангелы же не имели ничего, что можно было бы положить. На противоположную чашу. И вот Петр не совершал в своей жизни никаких добрых дел. Тогда ангел-хранитель сказал, нам действительно нечего положить на весы. Разве только вот что. Недавно Петр дал одному нищему хлеб. И нищий поблагодарил за это Господа Бога. С этими словами ангел положил данный хлеб, Петром хлеб, на чашу весов. И сразу эта чаша перевисела все злые дела Петра. Демоны мгновенно исчезли. А ангелы сказали Петру, иди, Петр, и прибавь этому хлебу другие добрые дела, чтобы не взяли от тебя весы и не увлекли в бездну ада. На этом видении кончилось, и Петр, проснувшись, долго не мог прийти в себя, потому что видение было совершенно не похоже на обычный сон. А выглядело как реальность. Вспомнил, что это было не привидение, но истина. И вспомнил все свои грехи, даже давно забытые. Их-то и клали демоны на весы. С этого момента Петр, к удивлению врачей, начал быстро поправляться. И скоро стал совсем здоров. Однако случившееся произвело в нем совершенный переворот. Петр полностью изменился. Он вспомнил свои грехи и ужаснулся своей жизнью. До этого, равнодушный к церкви, он стал проводить строгую христианскую жизнь. И прежде всего стал щедрым, милостивым и скорым на всякое доброе дело. Петр рассуждал так. «Если один малый хлеб, невольно в гневе брошенный нищему, так мне помог, что бесы, несмотря на все мои грехи, не взяли мою душу, то насколько же больше помогает милостыня, творимая добровольно». И вот, к великому удивлению жителей города, Петр стал щедро помогать бездомным, коллегам, убогим, больным и нуждающимся, так что в нем уже невозможно было узнать прежнего, жестокосердного и скупого Дмитрия Петра. Он сделался в высшей степени милости, так что даже не пощадил и самого себя. Однажды он шел в свою мытницу, и на пути встретились ему один владелец корабля. Он был наг, ибо вследствие гибели своего корабля он обеднел совершенно. И вот этот человек, припав к ногам Петра, просил его дать ему одежду, чтобы он мог прикрыть свою ноготу. Петр снял с себя прекрасную, дорогую верхнюю одежду и дал ему. Но то, стыдясь, ходить в такой одежде, отдал ее для продажи одному купцу. Петр, возвратившись с мытницы, случайно увидел, что та одежда вывешена на тоже еще для продажи. Это так опечалило его, что придя домой, он не хотел даже укусить пищу, но затворился, стал плакать и рыдать, говоря, Бог не принял мои милости. Я не достоин того, чтобы и Бог имел память обо мне. Плача и скорбя, таким образом он уснул. И ему представился благообразный муж, сиявший, как светлое солнце. На голове у него был плакать. У один он был ту самую одежду, которую Петр отдал разорившемуся владелцу корабля. И ему, петозарный, сказал Петру, «О чем ты, брат Петр, скорбишь и плачешь?» Маталья же отвечал, «Как мне не плакать, господин мой, если я даю убогими с того, что ты дал мне, а они данные им снова продают на торжеща?» Тогда явившийся сказал ему, «Узнаешь ли ты сию одежду, которую я ношу?» Петр же отвечал, «Да, владыка, узнаю, она моя, ею я одел на горы». И явившийся сказал, «Перестань же скорбеть, ибо одежду, данную тобой нищему, принял я, и ношу ее, как ты видишь. Хвалю тебя за доброе твое дело, ибо ты одел меня, погибающего от холода». Проснувшись, Маталь удивился и возревновал о жизни неимущих овря. «Если убогие тоже, что и Христос, то я клянусь Господом, я не умру, пока не сделаюсь одним из них». Он раздал нищим все свое имение, освободил рабов, оставил лишь одного из них, одного раба себе. Этому рабу он сказал, «Я хочу сообщить тебе тайну, храни ее, пянуйся мне. Если же не сохранишь тайны и не будешь мне повиноваться, то знай, я продам тебе сам язычника». Раб отвечал ему, «Все, что повелишь ты мне, Господин, я сделаю». Петр сказал рабу, «Пойдем мы с тобой во Святой Град и поклонимся животворящему гробу Господню. А ты продай меня кому-нибудь из христиан, а вырученные от продажи деньги дай угодим. Тогда и сам будешь свободным человеком». Удивился раб такому странному намерению и своего господина. Он не хотел повиноваться и сказал, «Идти с тобой во Святой Град я должен, так как я раб твой, но продать тебя, господина моего, я не могу и сего никогда не сделаю». Тогда Петр сказал ему, «Если ты не продашь меня, то я продам тебя язычникам, как уже и говорил тебе». После этого разговора они вдвоем отправились в Святой Град и Иерусалим. Поклонившись святым местам, Петр снова сказал рабу, «Продай меня. Если же ты не продашь меня, то я продам тебя варварам в тяжкое рабство». Видеть такое непреклонное намерение господина, раб даже против воли своей должен был повиноваться ему. Встретив известного богобоязненного мужа, Серебряника ремеслом по имени Заил, сказал ему, «Послушай меня, Заил, купи у меня хорошего раба». Серебряник же отвечал, «Брат, поверь мне, я обнищал, так что нечем заплатить мне тебе за него». Тогда раб предложил ему, «Займи у кого-нибудь и купи его, ибо он очень хорош, да и Бог благословит тебя за него». По словам, Зуя взял у своего друга тридцать золотых и купил Петра у его раба, не зная, что Петр сам был господин у того раба. Последний взял деньги и за своего господина удалился в город Константинополь, никому не сказав, что он сделал и раздал все эти деньги убогим людям. С того времени Петр служил у Зоила. Ему пришлось сделать то, что к нему не привыкли. Кто работал на поварне, кто возил навоз, кто копал землю виноградники, и этими и другими тяжелыми работами он в своем безмерном смирении изнурял свою плоть. Зоил видел, что Петр не сводит благословение на его дом, как некогда дом Пентифрия получил благословение из-за Иосифа. Видел, что богатство его умножилось, поэтому возлюбил Петра. И в то же время, видя его необыкновенное смирение, чувствовал к нему глубокое уважение. Однажды Зоила сказала ему, Петр, я хочу освободить тебя, будь моим братом. Петр же не хотел свободы, но предпочитал служить в образе раба. Часто можно было видеть, как другие рабы ругали его, иногда даже били и всячески оскорбляли. Он же терпеливо переносил все, не произнеся ни единого слова. Однажды Петр снова увидел во сне лучезарного мужа, некогда явившуюся ему в Африке в его одежде. Теперь в руке его было тридцать залопых. Он сказал, не скайпи, брат Петр, ибо я сам получил деньги за тебя. Потерпи до времени, пока тебя не узнают. Спустя несколько времени из Африки пришли поклониться святым местам некоторые торговцы серебро. Зоя, господин Петра, пригласил к себе в дом на обед. Во время обеда гости узнали, стали узнавать Петра и говорили один другому, как сей человек похож на Петра мытаря. Услышав их разговор, Петр стал скрывать от них свое лицо, чтобы они окончательно не признали его. Однако они узнали его и начали говорить хозяину дома, мы хотим сказать тебе, Зоя, нечто важное, знаешь ли ты, что дома у тебя служит великий муж, Петр. В Африке он был весьма видным человеком, освободил всех своих рабов. Князь сильно опечален и жалеет, что Петр расставил нас. Посему мы возьмем его с собой. Находясь за дверями, Петр слышал все слова. Поставив на землю блюдо, которое он нес, он поспешил к воротам, чтобы не дышать. А привратник был нем и глух с самого рождения своего, так что лишь по известным знакам отворял и запирал ворота. Святой Петр, торопясь выйти, сказал немому, тебе говорю именем Господа нашего Иисуса Христа «Открой мне немедленно дверь». И тогда отверзли с устанем и он сказал «Хорошо, господин, сейчас открою». И с теми словами он сейчас же отворил дверь и Петр поспешно ушел. Тогда бывший немой пришел к своему господину и в присутствии всех стал говорить. Все бывшие в доме удивились, когда услышали, что он говорит. Тотчас все стали искать Петра, но не нашли его. А немой же сказал «Смотрите, не убежал ли он? Знаете, что это великий когда он подошел к воротам, то сказал «Во имя Господа Иисуса Христа тебе говорю открой ворота». И этот час же заметил исходящий из его уст пламень, который коснулся меня и я стал говорить». Все немедленно отправились по следам святого Петра, но не настигли его, всюду старательно искали, но не нашли. Все в доме возрыдали, все в доме возрыдали, так как это мы не знали, что он такой великий служитель Божий и прославляли имеющую многих сокровенных своих рабов. А Петр же, убегая от человеческой славы, проводил таким образом подвижническую жизнь, терпя все ради любви Христовой достиг святости, так что имел дар прозорливости и чудотворения. Он скрывался по тайным местам до самого своего представления. Житие Святого Петра, братья и сестры, является для нас самым ярким примером того, какую великую силу имеет Добродитель Милосердия. Только один хлеб, поданный убогому человеку, совершенно изменил жизнь этого человека, сделал его из жестокосердого мытаря, идущего путем погибели великого праведника и святого чудотворца. Вот и нас с вами, этот Добродитель, способно возвести на небо, сделать детьми Божьими и наследниками Царствия Христова. Ведь в Евангелии об этом совершенно и ясно сказано. Блажение милостивое, ибо они помилованы будут. Господу нашему слава во веки и веки. Аминь. Ваше Преосвященство, я закончил по житию святого Петра. Вы как-то упоминали, что Отец Наум, ваш духовный отец, Схерский Мангрид, он очень любил житие, очень часто читал и очень часто упоминал о его своих беседах. Если, Владыка, вы благословите, было бы очень интересно послушать нам из ваших уст о жизни святого Петра и интерпретации Отца Наума. Спасибо, Господи. Отец Александр, благодарим вас за интересный рассказ и интересную презентацию. мы не подбирали специально по времени празднования, но оказалось, что 3 октября будем праздновать память Евстафия Плакиды семейством святых, а 5 октября Петра Матаря бывшего. Ну, я вот просто посмотрел сейчас в дни памяти. Ну, и на будущее все, кто будет рассказывать про святых, желательно тропарь приводить, говорить, когда память, приводить тропарь и, может быть, и стихиры, что-то такое, самые говорящие такие, выражающие суть подвига святого можно по-славянски перевести и перевести на русский язык. А действительно, даже в первом томе слов, то есть проповеди отца Наума про Петра Матаря встречается где-то, наверное, раз 5 или 6. Почему особенно батюшка так обращался к его подвигу? Здесь мы видим, что какое изменение получает человек, который приобрел память смертную. То есть, вы, наверное, все читали книгу «Не святые святые». И там рассказывается, что один из братьев почил и он был столяром очень таким старательным, трудился очень много. И когда он умер уже, то ему было показано, что в овраге очень много его изделий хороших, столярных. Но Матерь Божия все-таки его укорила. Ты, монах, мы ждали тебя покаяние и молитвы, а ты лишь занимался ремеслом. Потом, когда он уже пришел в себя, то его постригли в схиму, если не ошибаюсь, и он проводил свои оставшиеся дни уже в молитве, в покаянии. Почему так получается? И почему святые отцы так много говорят о памяти смертной? Дело в том, что мы сейчас, живя здесь во время земной жизни, мало задумываемся о том, что произойдет в момент смерти. В момент смерти окажется, что все, что мы здесь ценили, любили земное, оно уже ни к чему не пригодится. Все, что было нам, мы не обращали, быть может, внимания на это, а там окажется многоценным. Даже те скорби, которых мы избегали, или те подвиги, которые нужно было нести, и мы пренебрегали этим, потом мы увидим, что тем самым мы украли у себя вечность. То есть с точки зрения вечности надо смотреть на всю нашу жизнь. Это слова старца Амроси Оптинского. На сами себя, на свою душу, свою жизнь, на наших ближних и на наших врагов, то есть людей, которые по наущению дьявола, быть может, как-то искушают нас. На них тоже нужно смотреть с точки зрения вечности. Как говорит апостол, в нас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе. Конечно же, Христос жалеет каждого человека. В общем-то, говорят богословы, что Христос распялся и за всех и за каждого человека. Поэтому душа каждого человека, она бесценна в очах Божьих. Так и мы тоже должны относиться ко всем людям. И как раз, если бы мы с вами имели тоже опыт такой, умирания и созерцания тайн загробной жизни, и потом вернулись, конечно, наша жизнь бы в корне изменилась. Ну вот наша задача, чтобы, быть может, не имея опыта собственного такого, но доверять опыту святых людей, которые нам говорят, что необходимо делать, чтобы перейти в вечность и такую вечность светлую. Дело в том, что когда мы умрем, то мы увидим сначала свое тело, зачастую тело в безобразном виде находится, бывает во время аварии или какого-то покушения, преступления, либо болезни, и душа впервые видит свое тело. Это необычное явление и страшное явление. Это первый страх. Второй страх, когда мы увидим, что приближаются к нам бесы, у которых в руках карти с нашими грехами. Бесы это действительно ужасно, и душа имеет мистический страх перед их видом. Но самое страшное, это будет третий страх, когда мы увидим свою душу, что она родни этим бесам. Если у нас останутся страсти, грехи, то наша душа будет искажена и будет похожа на этих бесов. И, конечно, такому человеку уже жить с Богом невозможно. Самое тяжелое мучение для грешного человека это пребывать рядом с Богом. Потому что в раю божественная благодать, которая исходит от нашего Творца и Спасителя, и она попаляет всякий грех, всякую нечистоту. И если человек не рассказывается в грехах своих, если он сроднился с этими грехами, себя уже не мыслит без них, то благодать попаляет и его тоже. Второе по степени это духовное страдание испытывает душа от близости Богу, но будучи сама грешная. И по своей милости Бог всегда поступает по милости даже и с грешниками. Бог такую душу удаляет от себя, чтобы благодать его не попаляла. И дальше второе по интенсивности страдания испытывает человек это душевное страдание, которое связано с разлукой с Творцом. Потому что понимает человек уже, как там прекрасно в раю, и понимает, что он никогда уже не увидит своего Творца и Спасителя. Это страшные муки. И чтобы их уменьшить, Господь сотворил уже в аду физические мучения, которые конечно тоже очень жестокие, но они для того сотворили, чтобы несколько уменьшить душевные терзания. Видите, а мы в жизни в обычной суетимся многим и не только суетимся, даже творим неправду зачастую, тем самым уподобляя свою душу бесовским существам, бесам и не преображая ее. А на самом деле, конечно, нужно жить в покаянии, потому что мы согрешаем постоянно, и надо постоянно каяться, стараться и справляться стараться. И тогда душа будет больше похожа на ангелов. Сейчас в данном мире мы с вами не видим души друг друга, а только тела видим. Но правда по глазам, говорят глаза, зеркало души, мы можем увидеть и душевное устроение, и настроение человека. Душа находится внутри тела, она покрыта телесной оболочкой. А говорят святые, что после воскресения мертвых, как бы наоборот будет, как бы тело будет внутри души. Что, как это понять? Когда будет воскресение мертвых, то тела будут принимать вид, который будет соответствовать добродетелем или пороком души. Вот у одного святого, Григория, который ученик Василия Нового, который и описал мытарство Феодоры, он об этом говорит, что грешная душа, когда увидит, какое тело создано по ее свойствам, по свойствам души, то не захочешь ходить такое тело. Тело зловонное, если это был человек, который клеветал, то это будет длинный язык, ужасные уста и так дальше. То есть пороки все, они будут видны, очевидны для всех, и тела будут зловонными, и души не захотят ходить такие тела, но будут понуждаемы ангелами войти в эти тела, чтобы уже наследовать с ними вечное мучение. Души святые, увидев, что их тела просвещены, что они святоносные, и, конечно, с радостью войдут такие тела, чтобы уже вместе с телом расслаблять Бога. Батюшка любил житие святого Петра, потому что оно показано, сколько может быть изменение произойти в жизни человека. Он был на самом деле жестоким, и, собственно, вместо камня только бросил хлебом в нищего. И посмотреть, как он изменился. Он раздал все, что имел, но посчитал, что этого мало. и он себя отдал в рабство. Для чего? Для того, чтобы получить свободу во Христе. Есть известный текст такой, когда апостол Павел обращается к рабам и говорит, вы будьте покорны своим господам, если ты можешь быть свободным, то в славянском тексте написано, больше по работе себя, а в русском тексте неправильный перевод, то лучше воспользуйся этой возможностью стать свободным человеком. А толкование Иоанна Златоуста посмотреть, он говорит, больше по работе себя, то есть смиряйся, не только как перед внешними господами, смиряйся больше пред Богом. и известны случаи, когда некоторые святые, чувствуя за собой, ну сначала у них какой-то грек был, и чувствуя, что необходимо понести наказание за этот грек еще в земной жизни, чтобы в вечности не пребывать в аду, то они отдавали себя в рабство, или даже что придавали в плен, себя сдавали. То есть такое желание у души очиститься, что он готов себя отдать в тяжелые условия. Если почитать жития исповедников наших русской церкви, то скажем Иосиф Алматинский, это духовный наставник отца Наума, он говорит, что в тюрьме я научился молитве, именно в тюрьме пребывая, когда внешняя скованность, вот, даже есть стих, если не ошибаюсь, Цветаевой, оковы тяжкие, спасибо, спасибо, что там сырая тюрьма, такую свободу дать могли бы лишь только посох и сума, наподобие такого. То есть, когда люди попадали даже в тюрьму, то там зачастую они, отрешаясь от всего земного, по понятным причинам, и приобретали Бога. Я как-то на проповедях рассказывал про Фадея, епископа Тверского, исповедника, мученика, священномученика. И вот он, когда попал, значит, большевики закинули в тюрьму, его чекисты, и потом в эту же одиночку, в эту же камеру, где он был один, закинули еще двух митрополитов, они такие грустные были, потому что что хорошего ожидать от такого отношения, понятно, что дальше будет как бы хуже все. А сам Фадей, епископ, он очень тяготился епархиальными делами, он был монахом сначала, и его, можно сказать, насильно сделали епископом, и про него святитель Тихон говорил, что для церкви большая милость Божия, что есть такой епископ в церкви, как Фадей. И вот, знаете, он и встретил такими словами, Владыки, благословите, как здесь хорошо, нет никаких дел, молись сколько хочешь, даже и еду сами приносят, даже на это не надо тратить время. Вот, ну, потом такой, он был, так горел любовью ко Христу, и желал мученической смерти, ну, и был расстрелян, вот, теперь в лике священно-мучеников. И вот у Петра Матарь вот именно такой подвиг пошел, отдать себя в рабство временно, чтобы получить вечную свободу. Великий Святой, мы видим, получил дары от Бога, и, конечно, надо просить его молитв, чтобы нам тоже получить такое мудрование, такое сознание правильное, чтобы нам правильно относиться к этой временной жизни, которая лишь училище благочестия, чтобы нам каждый день от плохого стараться избавляться и хорошей стараться собирать свою душу. Всех благодарю за внимание, братья и сестры. Единственное, что сейчас может запись закончить. Спасибо. Продолжение следует...